Алматинские медики, которых заподозрили в продаже паспортов вакцинации, уволились. Несмотря на то, что факты еще проверяют, двое сотрудников уже написали заявление по собственному желанию. Об этом сегодня рассказали в Горздраве. К слову, в поле зрения правоохранителей попали сразу две городские поликлиники. Врачей этих медучреждений теперь допрашивают. Чем опасен бизнес на вакцинации, выясняла Ксения Поленица. Алматинская поликлиника в центре скандала. Здесь еще вчера можно было купить паспорт вакцинации. Об инциденте стало известно случайно, когда одному из пациентов вместо прививки от коронавируса предложили приобрести документ за деньги. От заманчивой сделки он отказался, а вот на врачей пожаловался. В итоге в поликлинике началась проверка. Двое сотрудников тут же уволились. Медицинские работники, которые непосредственно совершали данное действие, они уволены по собственному желанию. По результатам будут приняты меры какие-то уже соответствующими органами. Мы проверили по единичному, но было ли до этого, занимались ли они до этим или не занимались. То есть это уже будут разбираться непосредственно правоохранительные органы. Сколько именно запросили медики, не уточняется. Впрочем, ценник по стране известен. От 5 до 15 тысяч тенге. За эту сумму в поликлинику можно вообще не ходить. Услугу могут оказать удаленно. И такие случаи в стране не редкость, говорят специалисты. Бизнес на электронных паспортах пользуется небывалым спросом. И на то есть причины. Если людей просто на работах заставляют вакцинироваться, как у нас это называется, это добровольно-принудительный порядок, сразу возникает сопротивление, что, конечно, раз заставляют, я лучше там потрачу деньги и сделаю этот паспорт вакцинации. Бутагос Каукинова возглавляет волонтерское движение врачей и ученых. Уже год в интернете медик рассказывает казахстанцам о коронавирусе. В последнее время заниматься приходится и правовой помощью. Поясняют, жители все чаще жалуются на махинации медиков. Девушки предложили внести ее имя в базу вакцинации, при этом не колоть ничего. И за это все просили 5 тысяч. Но есть истории писали, что и за 10 тысяч предлагают, и за 30 тысяч предлагают купить паспорта вакцинации. И такие истории присылали из Шемкента, с Караганды, с Астаны, с Алматы. И к тому же, вот эта вакцина, которая была предназначена этому человеку, ее уничтожают, то есть ее выкидывают. Это может закончиться очень плачевно. Специалисты поясняют, если паспорт вакцинации продавать, то справиться с пандемией в стране вряд ли получится. Не говоря уж о том, что подделка данных, пусть и электронных, может закончиться тюремным сроком. К примеру, в Алматы в отношении двух медработников, которые две недели назад попытались продать документ, уже завели уголовные дела. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование по уголовному делу проводит Управление дознания ДП города Алматы. По делу проходят две женщины, два медработника, действием которых по результатам расследования будет дана правовая оценка. Подозреваемым грозит до двух лет колонии. Дело взяли на контроль в Министерстве здравоохранения. Ксения Поленица, Алмаз Нурдос, КТК, Алматы.